Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Советов на Оренбургский ОМОН завели уголовное дело. Напомню, инцидент произошел в начале сентября, в конце матча между футбольным клубом Оренбург и Самарскими крыльями. Сотрудники полиции зашли на гостевой сектор после того, как там был зажжен фаер. Они попытались задержать нарушителей непосредственно на секторе во время матча, что противоречит рекомендациям Футбольного союза. Такое поведение спровоцировало беспорядки, после чего в сектор ворвался ОМОН и пустил вход дубинки. В интернете появились многочисленные видеозаписи драки. Один из фанатов самарской команды позднее обратился в больницу, где у него зафиксировали ушиб гематому области левого голеностопного сустава. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Ведется следствие. Футбольная символика вне закона. Федеральная антимонопольная служба проводит проверку в отношении кофейных киосков, где, как считают в ведомстве, на товарах нелегально размещают логотипы FIFA. За такое нарушение владельцу торговых точек может грозить штраф до полумиллиона рублей. Также ФАЗ заинтересовались работой самарского психонерологического диспансера. Предположительно, руководство медучреждения и одной из фармацевтических компаний договорились о том, что диспансер будет продавать лекарства со стекающим сроком годности по полной стоимости. Хотя по правилам цены на неликвидный товар должны быть снижены в несколько раз. Сегодня одна из главных задач ФАЗ – не допустить образование картелей. Когда учреждения вступают в сговор, чтобы ликвидировать конкуренцию на рынке и установить максимально высокую цену на товар. В результате люди не получают качественных товаров и услуг по разомной стоимости, а бюджет теряет десятки миллионов рублей. Мы рассматривали дело по картелям и выяснилось, что примерно цена могла бы быть снижена на закупаемую товар, работу, услуги на 120 миллионов. Соответственно, можно было бы сделать как минимум 100 операций на сердце каким-то либо людям. Вместо того, чтобы подать эти деньги каким-то хозяйским субъектам или каким-то должностным лицам, то вот на экономию этих денег можно провести такое количество операций. На 100 миллионов можно построить и школу, и садик, наверное. По поручению президента в стране будет создана рабочая группа, которая должна следить за деятельностью картелей. Такая группа появится и на региональном уровне. Планируется, что в Самарской области она начнет работу уже в этом году. Далее, коротко о других событиях дня. Грузовой поезд сбил насмерть пенсионера. ЧП произошло в воскресенье 8 октября в Куйбышевском районе Самары, в районе железнодорожной платформы «Соцгород». 64-летний мужчина скончался на месте. Роспотребнадзор после проверок приостановил деятельность нескольких образовательных учреждений. В частности, портал «Волга-Ньюз» сообщает, что за неисполнение предписаний в установленные сроки запрещен прием студентов в Самарскую гуманитарную академию. Напомним, что ранее это заведение было лишено государственной аккредитации по двум специальностям. Движение по второй половине кольца на Луно-Чарского открыто. Рабочие закончили укладывать асфальт на второй половине развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Гагарина. Дорожники убрали загораждения и демонтировали знаки «одностороннее движение». Однако светофор на пересечении Московского шоссе и улицы Киевской пока еще не включили. Сейчас на новой дороге можно заметить лишь нескольких автомобилистов. Основной поток машин, в том числе и общественного транспорта, по-прежнему едет в объезд по улице Киевской. Один из жителей Самары снял развязку с воздуха. Покраску купола стадиона «Самара-арена» продлили еще на месяц, до 10 ноября. Об этом сообщили представители подрядной организации. При сильных порывах брызги краски могут разлетаться на расстояние до 3 километров, и потому автомобилистов просят не парковать машины в зоне риска, либо использовать защитный материал. Напомню, что покраска купола стартовала в начале июля, завершить работы планировали 1 октября. Стадион «Самар-арена» рассчитан на 45 тысяч зрителей. Рабочие заканчивают монтаж кровли и вскоре приступят к обустройству футбольного поля. Подрядчик будет использовать итальянский рулонный газон. Поле через каждые 2 сантиметра будут прошивать специальными нитями. В Самаре будет сухо и тепло, по крайней мере, в начале недели. Синоптики обещают, днем температура воздуха будет достигать 18 градусов, ночью будет не холоднее 7-8 градусов. Мало облачно, без осадков. Впрочем, уже к среде ситуация может поменяться. Пойдут дожди и немного похолодает. Синоптики обещают на этой неделе потепление на улице. Коммунальщики, в свою очередь, стабильной, комфортной температуры в домах. В Самаре отопление включили в 98% зданий. Это на 2000 домов больше, чем в прошлом году в этот же день. Подробности в сюжете Марина Матвейшиной. Теплый рекорд. Почти все здания в Самаре подключены к отоплению. Отопительный сезон этой осенью стартовал раньше обычного. Коммунальщики не стали дожидаться отметки в 8 градусов в течение пяти дней. В первую очередь дали тепло в детские сады, школы, больницы и дома культуры. На сегодня осталось 170 зданий без тепла. Батареи в них нагреются на этой неделе. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на этот день, в сезон 16-18, было подключено 86% домов. Сегодня 98,4%. В целом, такие итоги стали возможны благодаря предварительной подготовке. За лето коммунальщики подготовили более 100 котельных, переложили километры теплосетей. Глава города Олег Фурсов отмечает набранный темп работы. В летний период удалось переложить значительное количество теплотрасс, почти 24 километра, если не ошибаюсь, но чуть поменьше. Это в три раза, по-моему, по объему средств больше, чем в прошлом году. Сейчас важно следить за ситуацией. Могут быть порывы, поэтому на готове всегда должны быть бригады. С сегодняшнего дня в районах работают телефоны горячих линий, по которым жители могут обращаться по поводу отсутствия отопления. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Более чем тысячи женщинам в Самарской области в 2016 году был поставлен диагноз «рак». И с каждым годом эта цифра растет. Доктора говорят, что происходит это не потому, что стали чаще болеть, а потому что методы диагностики стали более точными. И диагноз можно поставить на самой ранней стадии. Хирургия тоже не стоит на месте. Теперь больным делают операции в максимально щадящем режиме. Марьяна Мирная продолжит. Елена Мурезина покидает онкологический диспансер здоровым человеком. Девушки сделали операцию по удалению новообразования в женских органах. Новые технологии позволили не удалять их полностью, а дать возможность в будущем иметь еще детей. О своей болезни Елена узнала два года назад после рождения дочери и обратилась в Самарский онкоцентр. Теперь ей предстоит показаться врачу только через три месяца для наблюдения. Не отчаиваются. Мне помогает мой ребенок. То, что есть дочка, хочется еще детей. У меня на это направлено. Ну вот так вот. То, что у нас не стоит на месте технологии, все сейчас возможно. Рассказы других людей тоже впечатляют. То, что там серьезными заболеваниями люди и после рожают, и все хорошо пролечиваются, не отчаиваются. Заведующий отделением онкогинекологии Владимир Щукин многие часы проводит здесь, в операционной. И теперь все чаще докторам приходится делать еще более сложные операции, чтобы сохранить детородные органы женщинам, которые совсем молоды и хотят иметь детей. 10 лет назад подумали, что там 8-19 лет можно было встретить рак шейки матки. Это было под вопросом. Сейчас, конечно, уже в более молодом возрасте все это встречается. Поэтому и приходится переходить на органно-сохранные операции, чтобы сохранить пациентам репродуктивную функцию. В отделении медицинскую помощь получают не только пациентки из Самарской области, но и из соседних регионов. Оренбурга, Саратова, Ульяновска, Казахстан и Пензы. За прошлый год 100 женщин были прооперированы хирургами Самарского онкоцентра. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Книги, которые читают руками. Одним филиалом библиотеки для слепых в Самаре стало больше. Информационный пункт открылся для тех, у кого впервые возникают проблемы со зрением. На Малк-Двардейской 33 незрячие или люди с ослабленным зрением получают консультацию, а также знакомятся с возможностями чтения и получения информации с помощью слуха и осязания. Книг здесь пока немного, но литература самая разнообразная, художественная, познавательная и учебная. В Самаре около 2000 незрячих людей и кроме медицинской помощи им необходимо решать и психоэмоциональные проблемы. Психологическое состояние. Самая большая трудность. Человек должен принять, признать, что он по-другому не может. И это самое важное. А дальше уже у кого какое осязание, у кого какая вообще восприимчивость и возможность обучаться. Брайль сейчас не так активно осваивается, хотя это очень зря, это очень нужная вещь. А сейчас активно осваиваются компьютерные технологии, работа с сенсорными устройствами типа телефона, планшета. И мы ему тоже все здесь расскажем, как этим заниматься. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. На произвол судьбы не бросят. Самарскую 46-ю школу ждет капитальный ремонт. Шагающие в будущее или офисы не на курьих ножках. Самарские ученые на фестивале в Сочи покажут ходячую архитектуру. Бабочки больше не улетят. Памятник модерна, в котором расположен технический лицей, дождался реставрации. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Продолжение следует...